Если кто-то спасает человеческую жизнь, то о нём говорят как о настоящем герое. Для врачей и медсестёр травматологического отделения Славянской центральной районной больницы вернуть пациента к нормальной жизни – это обычная каждодневная работа. Наша съёмочная группа побывала в травматологии. Об этом в нашем репортаже. Путь к работе в травматологии у заведующего травматологическим отделением Славянской ЦРБ Сергея Алкалаева был не таким уж быстрым. Он родился в Бурятии, его отец был геологом, лауреатом государственной премии, дед-профессором, ректором Иркутского мединститута в 50-е годы прошлого века. Получив диплом Томского мединститута, по семейным обстоятельствам Сергей Алкалаев переехал в Славянск на Кубани. Главный врач Славянской центральной районной больницы Рамазан Рамазанов предложил ему хирургу поработать в травматологии. После специализации он и остался там на постоянной основе и не жалеет об этом. Работа творческая. То есть мы стараемся это все создать, собрать назад с помощью металлоконструкции, различных приспособлений, и чтобы у человека это все осталось. Восстановить его функцию. Это наша главная задача. Работа творческая интересная. Поэтому 23 года я уже здесь работаю. И коллектив хороший у нас. Так что нормально все. Сейчас необходимо всю помощь оказывать пациенту уже в первый час поступления. В так называемый «золотой час». Это увеличивает возможности для успешного излечения. А чтобы все операции делать сразу, нужно ускорить обследование. Этому помогает новая техника. Компьютерная томография облегчает нашу работу в плане диагностики. То есть при различных дорожных травмах тяжелых, у нас так называемые правила «золотого часа» есть. Это облегчает работу именно в диагностике черепно-мозговых травм, внутренних повреждений. Более точно. Хотя у нас есть и рентген установки. Тоже УЗИ. Все методы, по сути, у нас все методы есть в больнице, которыми мы пользуемся. Очень важно, что в отделении есть приток молодых специалистов, которым заведующий передает свой опыт. Это работает на будущее. Я как заведующий являюсь у них и наставником, и учителем в то же время. Ребята в основном у нас приехали после окончания Астраханского мобильного института. Надо учесть, что глава района нам очень сильно помог. Мы единственное отделение, кому он выделил пять квартир. По сути, все эти квартиры через пять лет были приватизированы. Сейчас доктора живут в них. Студенты Кубанского государственного медуниверситета охотно проходят практику в травматологическом отделении Славянской ЦРБ. Им есть, что подчеркнуть у опытных специалистов. Студенты, в том числе и мой сын здесь, проходит практику, выбрал, несмотря на мое давление, медицину потомственную. Назвали его в честь моего деда Константина. Ну вот, ребятишки, вот Кидимов Тимофей, София Барышева, Костя Колковаев, они практику как бы закончили еще в июне. Сейчас они, ну как сейчас модно, это волонтерское движение. Каждый день они ходят как на работу, ухаживают за больным и перевязывают. Нам помогают. Поэтому есть надежда, что на этом дело не остановится. Герой нашего репортажа шел к своей профессии, к успешному освоению мастерства всю жизнь. Он не любит возвышенных слов, описывая свою любовь к делу. Считает, что самое важное – видеть результат, когда пациент возвращается к нормальной жизни. Просто я вижу результат своего труда. И труда всего коллектива, не только моего. Когда человек пришел к тебе, мы все досмотрели с перебитыми ногами. Молодой мужчина, в принципе, да, травма на производстве. Прооперирован уже, обе ноги на месте, все восстанавливается потихоньку, все остается. И вот через месяц у нас пойдет. Это неприятно? По-моему, это приятно. Когда ты видишь, что кого тебе привезли, тот тебе уходит. Все-таки в этом, ну, я большая заслуга всего коллектива. Это нянечки, это сестры, ну, это все, кто здесь работает. Это каждый вкладывает свой кирпичик в это выздоровление. В отделении прекрасный коллектив. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Есть взаимопомощь и поддержка. Есть и те, кто работают здесь долгие годы. Я работаю с Сергеем Борисовичем больше 20 лет. Грамотный, ответственный, серьезный, требовательный, как к себе, так и к сотрудникам. В любую минуту может прийти на помощь. Профессия врача-травматолога всем необходима. Особенно ее актуальность возрастает в летнее время, когда увеличивается поток автомобилей, движущихся к морскому побережью, а значит и количество травм после дорожно-транспортных происшествий. И какого бы совершенства не достигла медицинская техника, на первом месте все равно всегда будет врач. И очень хорошо, если он будет таким, как Сергей Алкалаев. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».